Приветствую вас, признаться честно, тяжело забавить что-либо к комментариям моего коллеги, вот, ибо он все правильно вам сказал по поводу того, что секса вам не было, вот, и по поводу того, что общение, скорее всего, продолжается. Также, думаю, вы можете согласиться с тем, что ваш муж не получает от вас той поддержки, которая ему нужна. Правда, вот жалко, что вопрос вы не написали, то есть вот вы пишете, что, значит, поддержка искала на вопрос, но какой вопрос не пишете, а жаль, хотелось бы узнать. Вот, тем не менее, тем не менее, вы спрашиваете нас, как мы считаем, был ли секс и продолжает ли общение? Ну, а давайте предположим на секундочку, что секс все-таки был, и что дальше? Вот, а почему вы так боитесь того, что ваш муж, например, вам изменит? Ну, если изменит, значит, что? Если изменит, значит, ему чего-то не хватает. Если изменит, значит, он не даст от смерти или вовсюду. Согласитесь с этим. И теперь, когда, если вы с этим согласитесь, подумайте, пожалуйста, вот о чем. Что вы можете сделать для того, чтобы реально смешти к минимуму данные проявления? То есть, попытаться подумать, например, чем ваш муж может быть не удовлетворен. Попытаться подумать, например, чего ему не хватает. Попытаться поговорить с ним и спросить у него о том, чего он хочет и так далее. Подумать, чего боитесь вы и почему так сильно обожаетесь измены. Поработать со своим страхом относительно этого и стать более самостоятельным и независимым от мужа партнером, но при этом больше внимания уделять именно ему, его желаниям, его потребностям и окружать его в большей степени может быть лаской, теплом и заборкой. То есть, вот складывается ощущение, что вы одолели друг от друга. И есть некоторые причины для этого. То есть, для того, чтобы вам одолиться, были и есть некоторые причины. И эти причины появились до того, как вы начали замечать до них его переписки с другой девушкой. Отсюда вопрос, а так ли важен был ли секс или не был? Отсюда вопрос, а так ли важно было, так ли важен факт наличия или отсутствия общения? Если у вас есть проблемы с вашим мужем, если эти проблемы между вами, то все остальное всего лишь симптом. И если вы хотите отношения сохранить, то вам нужно лучше понимать друг друга. Стараться чувствовать друг друга. Ориентироваться на желание друг друга, на стремление друг друга, на чувство друг друга. Если вы хотите сохранить семью, то нужно лучше узнавать друг друга. Стремиться к тому же тому, чтобы между вами было доверие. Чтобы между вами было открыто, в том числе и духовное, и в том числе и сексуальное. Например, вот смотрите, он переписнулся с девочкой. Нашел. О чем вы не знаете? И вы тут спрашиваете у него, был ли секс? Почему? Почему вы задаете мужчине именно этот вопрос? Ведь переписка с девочкой совершенно не обязательно обнащает секс. Значит ли это, что вы сами, своему мужу, возможно, не даете той сексуальной удовлетворенности, которая ему нужна? Значит ли это, что вы, созная тот факт, что он будет удовлетворенность есть, ничего не делаете? Подумайте, пожалуйста, об этом. Это очень важный момент. Я надеюсь, что вы над ним подотмыслите. И я надеюсь, что у вас появится некое представление о том, что необходимо делать вам для того, чтобы ситуацию исправить. То есть, иными словами, вам нужно не интересоваться у мужа, там, что случилось и почему он общается с другой девочкой. Иными словами, вам нужно не интересоваться у него, был ли секс, не было ли секса и так далее. Другими словами, вам нужно для себя определить, что проблема между вами кроется куда более глубже. И стараться реализовать именно ее эту самую проблему, а не то, что вы сейчас делаете. Вот это для вас куда более актуально. Поймите, у всех процессов, в том числе и у поведения вашего мужа есть свои причины. Другой вопрос, понимаете ли вы, что это за причины. Другой вопрос, знаете ли вы их. И другой вопрос, скорректируете ли вы свою деятельность, исходя из наличия этих самых причин. А задать о том, что продолжаются общения и блин ли секс, это вам скорее в раздел эзотерики. Именно там вам скорее всего на этот вопрос ответят. Так что, если желаете, то вы можете продублировать свой вопрос еще и в другой категории. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Вам, смудем, и в частности вам, рекомендована консультация с психологом и золотильным не одна. И дело здесь не в том, что мне хочется тянуть свои деньги или кому-то другому из экспертов в этом условии. Просто проблема не решится одним ответом. Вопрос довольно серьезный. Если живете вы с ним не первый уже день, не первый месяц и, скорее всего, не первый год. И от одного ответа проблема не исчезнет. Поэтому, если вы хотите реального результата, лучше понять своего мужа, лучше понять себя, свои страйки, свои переживания, то вам нужно выбрать эксперта и однажды с ним работать, и желательно мужа привлечься к этому тоже. Не обязательно вам и мужа работать с одним и тем же экспертом, но желательно. На этом все. Желаю вам всего доброго и удачи!